У природы, как известно, нет плохой погоды. Тем не менее, если задать вопрос о любимом времени года детям, с безоговорочным перевесом победит именно лето. Ведь лето – это жаркие дни, свежий воздух, обилие сочных плодов в садах и на огородах. А еще это время отдыха и приключений. И пусть подождут учителя и учебники. Ведь всем известно, дабы хорошо поработать, необходимо не менее хорошо отдохнуть. Конечно же, лучше всего это сделать где-то поближе к морю, под ласковым солнышком, в компании веселых друзей. А значит, прежде всего нужно подобрать хороший летний лагерь. У лагеря должны быть хорошие рекомендации. Это, конечно, самое главное. Во-вторых, там должно быть большое количество народу. И если там малое количество отрядов, там четыре отряда. Но смысл ехать? Там ничего нет. Чтобы были добрые вожатые, чтобы в столовой вкусно кормили, чтобы мы ходили каждый день на море, и чтобы загореть. Летний лагерь «Арт-Квест» расположен в городке Саки на южном побережье Крыма. Обладает всем необходимым для хорошего отдыха. Здешние климатические условия позволяют максимально насладиться летней порой. Здесь есть собственный, отделенный от городского, пляж длиной в 110 метров, а также бассейны, футбольное поле, библиотека и еще множество всего интересного. Буквально через дорогу от лагеря расположено озеро с целебными грязями. Лагерь должен быть, прежде всего, абсолютно четко сориентирован на ребенка. Это раз. И второе, то, что тот педколлектив, который работает с ребенком, и вообще вся структура взаимодействия, она должна направлена на то, чтобы создать все условия, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, с одной стороны, а с другой стороны, была очень четко поставлена задача. И то, чтобы ребенок не выпал из сферы влияния взрослого. Поэтому вся организация жизнедеятельности ребенка должна быть обязательно обусловлена перед педагогической целенаправленностью. Главной идеей арт-квест является совмещение приятного с полезным. Здесь созданы все условия, дабы ребенок мог максимально себя раскрыть в самых различных отраслях. Чем именно заниматься – выбирать ребятам. Можно рисовать или выкладывать мозаику, гонять мяч или петь на сцене, писать статьи в газету и даже лазать по скалам. Все это под присмотром взрослых, опытнейших педагогов из различных городов Украины и России, которые всегда и во всем готовы помочь. Я дарил подарки своим учителям, маме, знакомым. Я дарил всем, кого я знаю. Когда я занимаюсь пением, можно выступить на сцене и получить какую-то награду за это. Но я, когда пою, я получаю удовольствие. Во всех лагерях, где медиа, кружки, вот эта вся пресса, я всегда там либо статьи пишу, либо бинтервью беру, либо еще что-то делаю. Мне просто нравится находиться в такой обстановке. Мне нравится здесь писать, придумывать что-то. С бисера плести я научилась. И на скалолазание лазить там сделать. Скоро сейчас вы поехала лазить или страшно было? Нет, 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 страшно. А почему? Что там самое сложное в скалолазании? Я еще маленькая, чтобы с жизнью прощаться. Формируя клубы по интересам, специалисты арт-квест максимально учитывали детские предпочтения. Одним из таких занятий неожиданно оказалась журналистика. Каждый желающий может открыть для себя азы этой нелегкой профессии. И даже увидеть плод своих трудов на одной из страниц здешней газеты. Точно можно научиться писать короткие информационные материалы. Это очень точно. Если у ребенка хорошая фантазия, то дальше ее можно развивать. И чем больше ребенок пишет, тем больше у него навыков для дальнейшего написания материалов. Я научился писать абсолютно что угодно, из чего угодно. Я не профессионально, но научился с одного предложения делать страницу. Хотя я мог и две сделать, но если ты хорошо умеешь вербализировать свои эмоции и формулировать свои мысли, да, это тяжелая фраза, которую многие знают, многие поймут, то людям будет легче и интереснее с собой общаться. Любители порукодельничать в арт-квесте тоже не скучают. Под руководством известной московской художницы Елены Кузнецовой можно научиться собственными руками создавать различные шедевры. От мягких игрушек до крупных керамических рисунков. Родные и близкие после возвращения домой немало удивятся вашим новым способностям. У меня есть, например, одна ученица, которая по приезде домой заставила своих родителей купить ей мешок цемента и вернулась уже с большим багажом. То есть дети вот дома умудряются чего-то, особенно те, у кого есть частные дома, умудряются потом что-то, даже вот получив здесь какие-то основы, потом они вовлекают в процесс уже даже родителей, начинают как-то украшать свое же вещи вот таким способом. Ты сделал мозаику, она попала на стену, и вот где-то лет через пять приезжаешь, и вот видно, что вот эту мозаику я делал, да, вот эту мозаику, скажем, сделал мой друг какой-нибудь. Это вот просто ты даешь знать о себе всему лагерю. Мозаика – это такое дело, главное научиться правильно сетку класть и бетон, понять принцип. Дальше твой полет фантазии. Нарисовал картинку, вылаживай. Красная ленца, зеленая трава, желтое солнце, панамки голова. Весело шагаем мы в еловый лес, а в лесу грибочки, вот такой наш лес. Также в арт-квесте можно научиться петь и танцевать, а вскоре закрепить новоприобретенные навыки на большой сцене в центре лагеря. Специально для этого здесь проводится множество ярких масштабных праздников. Одним из самых зрелищных является День Ивана Купала. Это великое счастье, когда ребенок занят, постоянно в кружках, постоянно занимаются. Это намного интереснее, чем он сидит дома. Здесь профессионалы работают с детьми. И у детей нет свободного времени, чтобы заняться всякой какой-то другой деятельностью, кроме как быть привлеченным в какие-то кружки и какие-то веселые игры. Чтобы хватало сил везде поспеть, нужно как следует подкрепиться. Поэтому детскому питанию в арт-квесте уделяют особое внимание. Все, что подается на стол, является исключительно сертифицированным и содержащим все основные витамины. В результате такого подхода молодые люди не теряют аппетит практически никогда. Мы выбрали систему шведского стола, которая абсолютно точно дает возможность ребенку попробовать или иметь возможность выбрать те блюда, которые ему любимы, которые он любит больше всего. Наверное, именно возможность выбора делает аппетиты наших ребят безупречно, постоянно хорошими. Детей обеспечивают необходимым набором витаминов, но при этом каждый ребенок может самостоятельно выбирать, что именно он хочет скушать сегодня. Кормят здесь пять раз в день. Лакомства способны удовлетворить любые детские вкусы. Была статья про еду, какая самая вкусная еда. Все в один голос сказали пельмени, вот это самая у всех любимая еда. Что еще могу сказать-то? На втором месте мне так показалось, что это блинчики, но потом идет любимая еда вожатых гречка. Любимая еда медиа центра. А почему именно гречка? Я не знаю почему, но мне так сказали. Потому что гречка полезная. Вареники с мясом, еще пюре, картошка и котлеты, корцы, перчики. Рассказывать можно долго, но куда лучше убедиться во всем самому. Многие из отдыхающих ребят по окончанию смены домой совершенно не спешат. Они просят родителей оставить их еще хотя бы на одну смену. Воспоминания о ярких днях и новых веселых друзьях снова и снова влекут их в любимый лагерь. Здесь хороший вожатый, бассейн, море, всякие праздники, каждый вечер, каждый день. Я была на Чеченых горах, там все было. Я даже сам не знала, что я умею все это делать. Вот я приехал, записался на все игрушки. И вот теперь я как настоящий, как можно сказать, спортсмен, танцевальник. И всех разных, и бисера хорошо впитываю, и мозаи. Игротека, потому что много игр, некоторые игры даже нет в Москве таких. Я вот играю, это вот новые игры для меня, вот я узнала. Может быть есть в Москве, но вот я узнала больше играть. А какие игры? Ну, джанго я ни разу не играла. За что тебе именно эта игра нравится? Не знаю, потому что там ее держишь, потаскиваешь, и она падает. Я хожу на журналистику и на хоккей. На баскетбол я хотел, но я думаю, меня не пустят, я слишком маленький. Тут дается вот такое чувство свободы, ты можешь чувствовать себя свободно. Ведь во многих лагерях постоянно ходишь за ручку, наполни туда, наполни обратно. И так это целый день. Лучше ты можешь просто сказать, я иду туда-то, туда-то, и уйти себе до ужина или до обеда там, гулять себе спокойно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok